Дух Святой Если ты можешь признаться, что ты давно извинялся Если ты, пожалуйста, в честь праздника можешь признать Независимо, кто виноват Но если ты можешь признаться, что ты не помнишь, когда в последний раз ты извинялся Друзья, возможно, потерял связь Возможно, игнорируешь голос Духа Святого Потому что Он продолжает говорить Так учит Писание, продолжает обличать Но если я с вами разговариваю А вы меня игнорируете Простите, я перестану с вами говорить Если я с вами разговариваю А вы в телефоне Согласитесь, я перестану с вами говорить То, что так же Дух Святой Когда Он говорит Когда Он обличает Когда человек игнорирует Живет в самоправедности Он перестает Перестает говорить Но, друзья, это очень полезно Принимать обличение от Духа Святого Это намного лучше Это намного лучше Это намного лучше Это намного лучше Этого стоит искать Это стоит у Духа Святого этого просить Поверьте, лучше просите, чтобы Дух Святого вас обличал Потому что, когда я обличаю вас Я не уверен, что вам понравится Я не уверен, если вы примете А если вас жена обличит Вы представляете, если вас муж обличит То лучше просить Дух Святой Я верю, что Бог может и через людей говорить Может и через людей обличать Но когда ты сам Но когда ты в комнате В машине В машине На машине Едешь Когда ты бегать Злой И ты просто лежишь Или просто лежишь Или просто лежишь Разрывайся Ты просто вздыхайся от обиды Ты просто вздыхайся от обиды Ты просто вздыхайся от обиды Это это похуденный воздух И вдруг ты слышишь И вдруг ты слышишь И all of a sudden, you hear Calm down Успокойся Relax Извинись Go and apologize Не стоило так реагировать. You shouldn't have reacted the way you did. Holy Spirit. A holy person. In you. Не обижай. Не оскорбляй. Не гривай. Доверь мне управление. Give him the ruling. Я могу управлять. I can't reign. I can't control. Your tone. Your reaction. Your tone. But right now I don't have the right. Друзья, я помню, когда в начале года в нашей церкви мы постились. You know, when we were fasting in the beginning of the year. После пятидневного поста у меня пришло желание. After five days of fasting, some desire came. I don't often pray such a prayer. But I remember Holy Spirit. Convict me. Correct me. Show me where I'm wrong. Покажи мне, где мне нужно извиниться. Show me where I need to apologize. На протяжении нескольких дней последующих. And a few days after that. У меня приходили новые мысли. And during these days, new thoughts came. Перед кем нужно извиниться. And I remembered who I need to apologize before. Приходили мысли. The thoughts came. Где я был уверен, что я был прав. And I was sure that I was right in that moment. После таких простых молитв я был... After such a simple prayer, я вообще был не совсем прав. Turns out I wasn't completely correct. Я помню мы были... Я моей жене говорю... Я извиняюсь. Я извиняюсь. И там были люди вокруг, не было времени объяснять. И она так не поняла. Я снова как бы попробовал. И она сказала, я не знаю, за что ты извиняешься. И она сказала, я не знаю, за что ты извиняешься. Друзья, это может сделать только Дух Святой. You know, Holy Spirit only can do something like this. I, myself, can never do that. Я не такой хороший. Я не такой духовный. Но как-то Дух Святой. Представьте себе, что мы, даже зная, за что нам нужно извиниться... Как это тяжело сломать свою гордость. А когда ты начинаешь извиняться за то, что даже люди иногда не понимают за что, или даже, может быть, и не стоило... Или когда извиняешься, даже когда ты не виноват... Вот это работа Духа Святого в твоей жизни сегодня. Работа Духа Святого в твоей жизни сегодня, друзья.